Добрый день, уважаемые коллеги! Я представляю вашему вниманию небольшой обзор мировой литературы по вопросу опухоли абрикосова или ее названия, согласно Всемирной организации здравоохранения, зернистая клеточная опухоль или гранулярно-клеточная опухоль. Следует сказать, что это опухоль мягких тканей с нейронной эктодермальной дифференцировкой. И впервые она была описана в статье, которая была опубликована в архивах патологии журнала Верхова и описана Алексеем Ивановичем Абрикосовым в 1926 году. Хотя есть также упоминание, что данный тип опухоли был описан много ранее, в 1853 году, однако впервые более подробную морфологическую характеристику дал именно Алексей Иванович Абрикосов. Следует сказать, что эта опухоль крайне редкая, преимущественно доброкачественная, и может располагаться практически в любых частях нашего организма. По этиологии в большинстве случаев это спорадические опухоли без четко выявленной причины. Однако существует ряд генетических синдромов, которые могут быть ассоциированы с данным видом опухоли. Прежде всего это Леопард-синдром, синдром Нунан, нейрофиброматоз первого типа, а также ряд генетических мутаций, прежде всего это мутации в генах ПТПН1, ПТН, мутации в генах АТП6, АП1 и второго типа, а также мутации в генах БРД7 и ГФРА2. Леонард-синдром представляет собой аутосомно-доминантное генетическое заболевание, по сути представляет собой некий акроним или абвивературу, согласно которым пациенты с данной генетической аномалией имеют множественные лентили, располагающиеся на коже, патологии электрической активности сердца, это прежде всего нарушение ритма, наиболее часто проявляющиеся в виде различных антриметрикулярных блокад. Это окулярный гипертудоризм, то есть широкое расстояние между глазными яблоками. Отмечаются также нарушения в виде пульмонарного стеноза, что характеризует соответствующая клиническая картина. Могут быть встречаться патологии гениталий, замедленный рост и, как правило, врожденная глухота. И данный синдром астерирован с Герман-ПТПН1, как и следующий синдром, который называется синдром Нунан. Распространенность у новорожденных крайне низкая, встречается примерно у 1 на 1000, либо у 1 на 2500 новорожденных. Также представляет собой аутосомно-доминантное генетическое заболевание и характеризуется низким ростом, окулярным гипертоларизмом, широким лбом, птозом век и наличием эпикандуса. И также ассоциирован с генетической аномалией. В 2018 году было опубликовано исследование, которое показало некую ассоциацию между развитием зернистоклеточной опухоли и генетическими альтерациями в генах АТП6, АП1 и 2 типа. Так было показано, что данные генетические нарушения встречаются в 61 и 11% случаев зернистоклеточной опухоли, различных локализаций. В 2015 году было опубликовано исследование, которое также на основании генетического секвенирования следующего поколения показало, что в опухолевой ткани, в опухолевой косово встречаются также генетические перестройки в генах BRD7 и G4I2, которые могут встречаться в соответствии в 21% и 37% случаев. Согласно эпидемиологическим данным, данный вид опухоли наиболее часто встречается в возрасте от 40 до 60 лет, однако может это происходить практически в любом возрасте, но в возрасте менее 5 лет и более 80 лет встречается крайне редко и представлено лишь генетическими клиническими случаями в литературе. Соотношение между заболеваемостью мужчины и женщины составляет примерно 5 к 4, при этом преобладание данной опухоли у людей афроамериканской расы. И по распространенности примерно 0,03% от всех опухолей, то есть опухоль крайне редкая. Что касается локализации, то в большинстве случаев данные опухоли локализуются в области как раз головы и шеи. И злокачественные опухоли встречаются крайне редко, всего лишь 1-2% случаев от всех зернистоклеточных опухолей, которые много встречаться как в клинической практике, так и по данным литературы. Согласно диагностическим алгоритмам, основное в диагностике данных опухоли – это патоморфологическое исследование. Яна Сергеевна в своем докладе подробно уже рассказала про эту тему. Что касается диагностической визуализации, здесь преимущественно дается магнитно-резонансная томография. И Ольга Игоревна также подробно рассказала об основных моментах, которые могут быть полезны для специалистов в области лучевой диагностики – магнитно-резонансной томографии. Врачу-клиницисту важно, прежде всего, понимать, что при дифференциальной диагностике между зернистоклеточной опухолью и различными мягкотканными опухолями, в частности, саркомами или в случае слизистых оболочек плоскоклеточным раком, очень важны иммунистохимические исследования. И важно понимать, что наиболее часто патологические иммунистохимические окраски соответствуют нейроэктодермальной природе данных опухолей. В то же время, отрицательные окраски на панцитокератина, хромогранина и HMB45 позволяют отличить данный вид опухоли от мягкотканных сарком и меланцитарных новообразований, плоскоклеточного рака. Поскольку зернистоклеточные опухоли, имеющие злокачественные природы, крайне редкие, встречаются всего лишь максимум 2% от всех зернистоклеточных опухолей, разработаны были специальные критерии Фанбурга-Смита, которые были опубликованы впервые в 1998 году. И на основании ряда патоморфологических критериев мы можем классифицировать данные опухоли как доброкачественные, если отмечается, не наблюдается ни одного из вышеперечисленных признаков. В случае, если отмечаются один или два признака, то данная опухоль относится к атипичной, если три более признаков, то она относится к злокачественной зернистоклеточной опухоли. Несколько позже, в 2011 году, был разработан также критерий Нассер Ахмед Ковански, который, по сути, повторяет предыдущую патоморфологическую классификацию и предлагает некоторый диагностический алгоритм, который позволяет отличить доброкачественную зернистоклеточную опухоль от злокачественной зернистоклеточной опухоли. Так, и в случае, если мы подозреваем наличие зернистоклеточной опухоли, мы должны оценить патоморфологическое наличие некрозов и оценить количество метозов на поле зрения. В случае, если некрозы и метозы присутствуют, то в этом случае мы можем уже подозревать зернистоклеточную опухоль неопределенной злокачественного потенциала. В случае наличия метастатического поражения, либо отдаленных метастазов в лимфатических узлах, то мы уже можем подозревать злокачественную опухоль эректодерпального происхождения. В случае отсутствия этих признаков мы можем вставлять диагноз как доброкачественная вернистоклеточная опухоль. Лечение. Очень важно, поскольку это крайне редкая опухоль, проведение клинических исследований, которые помогут нам определить, какой же метод лечения является определяющим, к сожалению, невозможно. И нам доступны только либо отдельные клинические случаи, либо максимум это серия клинических случаев, которые позволяют оценить опыт лечения одного и, соответственно, нескольких пациентов. Что касается хирургического лечения, то преимущественно при лечении доброкачественных вернистоклеточных опухолей это широкое иссечение с достижением отрицательного края резекции по данным патоморфологическим исследованиям. В случае лечения злокачественных гранулезоклеточных опухолей решается вопрос о лимфодиссекции только при наличии верифицированных метастазов региональных лимфатических узлов. Также ряд исследователей на уровне отдельных клинических случаев обсуждают возможность применения биопсии сигнальных лимфатических узлов, но этот вопрос остается в стадии обсуждения. Роль одевантной лучевой терапии в настоящее время тоже до конца непонятна, особенно в случае радикально проведенной операции, поскольку влияние каких-то дополнительных факторов, в том числе патоморфологических, которые позволяют принять решение о том, необходима ли одевантная лучевая терапия или нет, в настоящий момент неясна. Стандартного режима химиотерапии злокачественных опухолей нет, поскольку в основном идет экстраполяция клинического опыта с других типов опухолей определенной локализации. Однако существует ряд клинических случаев, которые позволяют применять в лечении нерезиктабельной либо рецидивной или метастатической злокачественной гранулезоклеточной опухоли при помощи таргетного препарата пазопониба. В основном данный препарат применяется для лечения злокачественных сарком. И исследователями из Соединенных Штатов Америки был презентован клинический случай мужчины 45 лет, проживающего в Мехико, у которого имелся рецидив злокачественной опухолей нижней губы, и по патоморфологическому заключению это злокачественная гранулезоклеточная опухоль. Пациент уже получал предшествующее хирургическое лечение, а также демантную лучевую терапию, химиотерапию такими препаратами, как классическая статическая терапия кровоплотинпоклитоксел, так и таргетные препараты токсима. На этом слайде мы можем увидеть клинические данные этого пациента на период начала лечения, а также через 6 недель после проведения таргетной терапии ПЗ по НИБам. Препарат принимался внутриорально в дозировке от 400 до 60 мг. И был отмечен частичный регресс опухоли на фоне приема данного препарата. На этом слайде вы можете видеть данные компьютерной томографии, и также отмечен частичный регресс данного опухолевого образования. Какой же прогноз у данных заболеваний? Согласно литературе, при доброкачественных зернистоклеточных опухолях он крайне благоприятный. Местный рецидив в случае радикального лечения варьирует от 2 до 8% и зависит прежде всего от удаленности края резекции от ультеральной границы опухоли. В случае нерадикального лечения вероятность рецидива составляет от 21 до 50%. В случае злокачественных опухолей вероятность местного рецидива также варьирует от 32 до 41%, при этом наличие метастазов варьирует от 11 до 62%. Общая выживаемость пятилетняя составляет 74% и десятилетия в среднем 65%. При этом при оценке пятилетней общей выживаемости в зависимости от наличия отдаленных метастазов, она тоже варьирует. При наличии метастазов пятилетняя общая выживаемость, к сожалению, равна нулю, при отсутствии 81%. При этом важно, что сейчас обсуждается как среди клиницистов, так и среди исследователей в области зернистоклеточных опухолей и других опухолей мягких тканей. Прежде всего, это вопросы нерадикального хирургического лечения и каков его прогноз на дальнейшую судьбу пациента и дальнейшую тактику лечения. Обсуждаются вопросы лимфодисекции, в том числе и биопсии сигнального лимфатического узла, однако это крайне сложная задача ввиду крайне редкой распространенности опухоли. Важным является коммуникация внутри мультидисциплинарной команде, особенно при общении клинициста и патоморфолога, поскольку основным моментом дифференциальной диагностики между зернистоклеточной опухолей с другими мягкотканными образованиями, а также в случае локализации в области головы, шеи, гортани или верхних пищеварительных путей, очень важна патоморфологическая диагностика в виде моногистохимического исследования. Поэтому очень важно, чтобы было достаточное количество материала для проведения всех необходимых исследований. И четвертая проблема, которая обсуждается, это так называемый нерепрезентативный биоптат, когда материала либо недостаточно для проведения полного комплекса обследований, либо биопсия выполнена неправильно. И в качестве демонстрации, что действительно важно, клинический случай, который был опубликован в 2017 году в журнале клинических случаев Британской медицинской ассоциации, мужчина с 44 лет, который злоупотребил курением и алкоголем и при этом обратился в бразильский госпиталь, у которого на этапе первичной диагностики был отмечен ретроплакия в области боковой поверхности языка, представленный с зеленым узловым образованием диаметром от 10 до 10 на 15 миллиметров. И он отметил быстрый рост этого образования в течение двух месяцев. По данным исследования биоптата была отмечена так называемая псевдоперематозная гиперплазия. Этот признак очень часто путают с так называемым плоскоклеточным раком инсито. И это очень важно. И были отмечены зернистые клетки. В дальнейшем при исследовании уже послеоперационного материала с применением иммуногистохимических исследований, в частности исследованием на белок S100, виментин, CD68, P53, K67, а также на цитокератин, было показано, что данная опухоль не является плоскоклеточным раком, а является доброкачественной зернистой клеточной опухолью. И вид места хирургического воздействия после 6 месяцев наблюдения. Спасибо большое за внимание.